13 золотых, одна серебряная и две бронзовые медали. Североказахстанские спортсмены вернулись с чемпионата мира по тайскому боксу. Он проходил в Бангкоке. О том, как юные боксеры готовились к соревнованиям, расскажет Алина Боржанова. Руслан Заякин в Мир Восточных Единоборств пришел 7 лет назад. Сейчас он семикратный чемпион Казахстана, победитель республиканского турнира Кубок Севера. А на чемпионате мира взял бронзу и подтвердил звание мастера спорта международного класса. Понимал, что я к этому шел всю жизнь, все тренировки, добивался этого, достиг. Первый бой дрался с шведом. Хороший был соперник, было немного тяжело, перебивал меня. После первого раунда тренера подсказали, как работать с ним. Тактику сменил немного, начал работать, в итоге победил. Чемпионат мира в этом году проходил в Бангкоке с 24 августа по 1 сентября. В нем участвовали боксеры более чем из 50 стран. В составе казахстанской сборной родину тайского бокса посетили 17 спортсменов. Каждый провел не один десяток боев. Узнав, что мы поедем на чемпионат мира, усиленные тренировки были утром, вечером, особое питание, режим, витамины, медик. Все это принимало участие. Психологически они и так ребята сильные, потому что они уже столько соревнований прошли, столько выиграли. Тем более, этот год был для них очень насыщенный. Соревнования шли через каждые 2-3 месяца. Постоянная подготовка, постоянная нагрузка, прессинг. Я думаю, что если слабо характерно, можно так сказать, спортсмен, он бы не выдержал. Шамиль Ирмагомбетов на международные соревнования поехал впервые. По итогам двух боев весовой категории 32 килограмма взял серебро. Никогда еще не возвращался домой без медали, говорит боксер. Вот недавно я приехал с Таиланда, занял второе место. Провел два боя. Первый провел с африканцем, второй я провел с узбеком. С узбеком бой был тяжелый, скажу так. Первый и второй раунд подали ему. С судьями я спорить не стану, но третий я уже точно выиграл. Тайский бокс набирает все большую популярность во всем мире. Этот вид спорта уже включили в азиатские игры. Они пройдут во Вьетнаме в конце сентября. А это значит, у наших спортсменов на подготовку осталось всего пара недель. Алина Боржанова, Рустам Тлеужанов. Новости МТРК.